Московский музей современного искусства Экспозиция построена в соответствии с предложенными куратором выставки Андреем Ерофеевым тематическими и формальными разделами Более сотни живописных и скульптурных работ позволяют проследить творческое развитие художника с 1950-х годов по сегодняшний день Немухин был активным участником Леонозовской группы, творческого кружка литераторов и живописцев Который в 1960-е годы стал центром формирования московской подпольной культуры С ее коллективными обсуждениями, квартирными и клубными выставками, самоздатом и несанкционированным арт-рынком В 1974 году он выступил одним из инициаторов бульдозерной выставки Вместе с группой сотоварищей выставил картины на пустыре в Беляево Эта выставка запретного искусства была разгромлена милицией и КГБ Что вызвало грандиозный международный скандал Немухин считает и называет себя формалистом То есть художником, осознанно владеющим своими выразительными средствами Картина для него – это не инсценировка какой-то легенды, а композиция линий, пятен и фактур, передающих определенное состояние Абстракция Немухина прошла три совершенно разные стадии На каждой из которых менялись эмоциональный строй и сама концепция произведения В первый период, с 1958 по 1964 года, художник был занят разработкой живописного пространства Свои ранние абстрактные работы он сегодня предпочитает именовать нейтрально – композициями Однако кое-где на оборотной стороне картин сохранились авторские подписи с первоначальными названиями «Весна в городе», «Московский дворик», «Вечер» Пользуясь этими подсказками, без порядка пятен и густых темных линий Можно различить пейзажную подоснову его беспредметных с виду работ Почти все картины этого периода имеют сходную трехплановую композицию Первый план обычно отмечен горизонтальной линией, отсекающей нижнюю треть картинного поля Этот участок входа в картину выделен цветом, и на нем Немухин чаще всего располагает наклонный крест На втором промежуточном плане сосредоточены цветные пятна, блики, цветовые вспышки, мерцающие в прорывах сетчатой конструкции Иногда крест и сетка меняются местами Третий фоновый план виден лишь частично В некоторых работах на светлом фоне угадывается абрис яркого источника света – солнца или луны Немухин говорит, что первую абстрактную картину он написал по мотивам сна Словно бы он гуляет по лесу, и сквозь ветви кустарника в контражуре на фоне неба видит крест Во второй период, с 1965 по 80-е годы, абстрактный мир закрывается стеной Холст картины трактуется как твердая и плотная плоскость, с которой художник находится в противоборстве Давит ее, режет, рубит, словно бы всеми силами стремясь, но не имея возможности ее преодолеть Если на первом этапе творчества Немухин предельно сокращал фигуративность в пользу абстрактного изображения В котором сохранялись лишь косвенные намеки на реальные предметы То во втором этапе наблюдается обратный процесс Изобразительность вытесняется в угоду фигуративности Художник больше не изображает Он формирует материальные подборы, составленные на плоскости из элементов внешней реальности Изображение вытеснено демонстрацией материала с различными фактурами и текстурами Если в первых абстракциях звучали пейзажные аллюзии То здесь аналогию своим формальным построением Немухин находит в крышке стола Возникает бесконечная серия ломберных столов На стол легли настоящие игральные карты В углах появились записи, как будто сделанные игроками А рядом расколы, трещины и зарубки Свидетельства отчаяния и злости проигравших Никакого литературного, символического или мистического сюжета в раскладе карт искать не стоит Сам художник склоняется к формалистической трактовке этого образа И видит в нем беспорядочное движение и столкновение геометрических форм на запнутой плоскости Квадрат ломберного стола с разбросанными прямоугольниками игральных карт Не может не вызвать в памяти супрематические композиции русских авангардистов 1910-20-х годов Третий период с 1980 года по настоящее время открылся предчувствием перемен Немухин пришел к геометрической абстракции постепенно Поэтапно заменяя фрагменты плотного красочного фона в своих коллажах белым цветом Сначала белое захватило центральную часть композиции Затем всю поверхность Белый цвет, позволяющий добиться двойственного эффекта плоскостности и пространственности Имел особое значение для важнейших течений тех лет Минимализма, концептуализма и неогео Именно к неогео можно отнести работы третьего периода творчества Немухина Художник оглядывается назад, чтобы осмыслить свой творческий путь В контексте московского нонконформизма и международного современного искусства Две масштабные скульптуры, напоминающие архитектурные сооружения Отражают особенности раннего и позднего этапов немухинского формализма Хочется отметить, что они созданы специально для этой выставки И впервые представлены публике Общая формула его творчества звучит так От Сезанна до Штейнберга Первая скульптура – это памятник юношескому увлечению кубизму Воспринятым через известные высказывания Сезанна о геометрии как основе живописных форм Вторая представляет монументальную музейную трактовку супрематических форм из работ Штейнберга Немухинские ассамбляжи конца 1990-х годов часто заключены в музейные рамы С одной стороны, в сочетании с реальными предметами Эти часто потертые рамы сами по себе становятся редимейдами С другой – они заставляют нас воспринимать обрамленные композиции как полноценные картины Собранные художником незатейливые вещицы выстраиваются в пространственные композиции Создавая перспективу и даже своего рода сюжет Игрушечная машинка как бы проезжает перекресток А изолятор с ржавыми проводами словно вкручен в ярко-голубой фрагмент неба Чтобы связь с тем или иным объектом, вспомнившимся ему за работой, сделать наглядной Немухин вводит в свои картины, скульптуры и фарфоровые объекты Легко опознаваемые знаки чужого стиля Характерные образы или формы из работ вдохновившего его художника Гитары, маски и газетные вырезки кубистов Парящие геометрические фигуры супрематистов Шрифты и надписи конструктивистов Волнообразные плоскости Жана Арпа Корову Казимира Малевича Подобные аллюзии кажутся игрой, но содержат в себе и серьезную заявку Немухин работает на пересечении разных тенденций современного искусства И видит свое творчество вписанном в основной сюжет истории искусства XX века Ранние работы художника построены на диалоге с искусством бубнового валета, сезана и кубистов Произведения зрелого периода проникнуты духом и стилистикой европейского абстрактного экспрессионизма, конкретного искусства и минимализма В коллажах-открытках позднего периода нейтральный фон классических Немухинских абстракций Сменяют репродукции работ важнейших художников XX века Добавленные предметы выглядят как ироничные, едкие и уточняющие замечания Немухина в диалоге с предшественниками и современниками Одновременно художник создает серию скульптур памятников в эстетике известных мастеров нонконформистского искусства Эти монументальные умажи призваны закрепить в культурной памяти коллективный монологизм советской неофициальной культуры Где каждый художник считал своим долгом объявить себя основоположником и главным адептом отдельного направления искусства Несколько залов выставки посвящены советскому периоду творчества Лидии Мастерковой Которая на протяжении более десяти лет была подругой Немухина и в жизни, и в творчестве Творческий путь художницы выглядит как эволюция от одного варианта чистой абстракции к другому От экспрессивной живописи яркими пятнами к геометрическому ригоризму простых форм и скупых цветовых решений Лирическая абстракция Мастерковой – хрестоматийный пример ретромодернизма Ее абстракции мастерски воспроизводят неподражаемый по цветонасыщенности колорит Василия Кандинского Здесь и типичная для него связка изумрудно-зеленого и алого цветов И обильная заливка плоскости холста лимонно-желтым И щедрое использование фиолетовых, ультрамариновых и оранжевых цветов Все эти цвета закипают друг на друге без всяких фоновых пауз Кандинским навеяно активное использование глубокого черного цвета Который был практически исключен в палитре всех модернистов Сходство дополняет включение в композиции крупных цветовых мешков Неровных круглящихся форм, отороченных язычками, напоминающими пламя или листву Литрю пещущиеся на ветру полоски бумаги Вибрации – это любимое слово Кандинского часто звучало в речах Мастерковой Излюбленная композиция ее картин напоминает композицию перекрещивающихся Тянущихся кверху и словно бы извивающихся стеблей Исходный натурный мотив здесь не имеет уже никакого значения Кусты, заросли под лес, кокопные травы Служат лишь подспорьем в поиске форм для передачи движения вперед и ввысь В живописных нитях, линиях и тканях, пятнах работ Мастерковой Заметна также хорошо знакомая увлекающейся шитьем художницы декоративная основа К концу 70-х годов прошлого века она соткалась в эфемерные темные завеси Которые давно отказавшиеся от иллюзии трехмерности и глубины художница Развешивала в светлом пространстве холста Темные, хранящие лишь искры ярких красок, недавно еще так любимых Мастерковой И почти статичные, они напоминают разорванные цветовые поля Клиффорда Стила И одновременно потерявшую форму и цвет тканную материю В некоторых своих работах Мастеркова действительно использовала кружева, старинные ткани Найденую в заброшенных храмах парчу В 1970-х Мастеркова окончательно отказалась от цвета в пользу ахроматической гаммы Этот поворот соответствовал общей тенденции, утвердившейся в эти годы в Европе и в Америке Не только в изобразительном искусстве, но и в кино, и в фотографии Где черно-белая гамма маркировала художественное, поэтическое, противопоставляя его быту Уже и в СССР становившемуся назойливо пестрым Вызывающие в памяти восточную каллиграфию холсты и рисунки Представляют старую, как мир, оппозицию тьмы и света Разводы черного, не вполне контролируемые художницы и пишущие туши по влажной бумаге Поддерживают иллюзию свободы материала Отношения черного и белого Мастерковой просты, драматичные и чужды крайностей Свойственных внешне похожим работам ташистов Всякая материя оборачивается в ее работах поэтической, многозначной метафорой Для сосредоточенной на высших ценностях Мастерковой Темные формы воплощают чувственное восприятие А светлые – это стремление к высшей духовности, к Богу В 1968 году Немухи и Мастерковы расстались Но взаимное влияние, которое они оказывали на формирование индивидуального стиля друг друга До сих пор является одним из ярчайших примеров творческого союза в русском искусстве Вклад же Владимира Немухина в большую историю искусства в целом трудно переоценить Он стал первым русско-советским художником послевоенного периода Чье творчество вошло в соприкосновение и слилось с западным современным искусством Он – его типичный представитель и одновременно уникальное явление российской культуры Это единственный русский художник, в чьем творчестве отразились основные этапы Последней фазы главного направления искусства XX века – абстракционизма Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok